В Самарканде открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. Это первая за три года очная встреча с участием лидеров стран, членов и партнеров организации. В Узбекистан съедутся главы 14 государств. Ожидаются встречи лидеров Азербайджана, Турции, России и Ирана. Пашинян в саммите ШОС участие не принимает из-за сложившейся ситуации в Ереване, сообщили в пресс-службе Кабмина. Напомним, что минувшей ночью толпы митингующих ломились здания парламента с требованием импичмента премьеру и угрожали депутатам правящей партии гражданский договор. Свой комментарий о предстоящем саммите дал российский политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Саммит Шанхайской организации сотрудничества чрезвычайно важен, учитывая общую военно-политическую нестабильность в мире и очень сложные происходящие политические и дипломатические процессы. В первую очередь мы рассчитываем, что ШОС, как влиятельный центр силы, объединяющий целый ряд ведущих экономик и государств, еще раз заявит об альтернативных вариантах развития человеческой цивилизации, чем те, которые навязывает коллективный Запад. Это альтернатива, и к этой альтернативе присоединятся очень многие страны как на данном саммите, так и в последующие годы. Поэтому политическое и дипломатическое значение саммита чрезвычайно велико. Безусловно, президент Путин, который будет находиться на этом саммите, проведет как в многостороннем формате те или иные мероприятия, так и встреча между лидерами отдельных стран. Мы приветствуем прибытие на саммит президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это видный международный политик, авторитетный руководитель, и сам факт того, что такая эффективная, динамично развивающаяся и сильная страна, как Азербайджан, принимает участие в саммите ШОС, дает дополнительные козыри для этой международной организации. Что касается, почему не приехал Пашинян, мы видим политическую турбулентность в Ереване. Стоило только Пашиняну теоретически обозначить свою готовность подписать мирное соглашение с Азербайджаном, как на улице Еревана вышли десятки тысяч реваншистов. Фактически, ночь ушла попытка государственного переворота, толпа искала Пашиняна, чтобы линчевать его, ну и Никол Ваваевич укрылся в одном из своих бункеров, откуда уже по телетрансляции через Фейсбук пытался утихомирить разбужжавшихся реваншистов. Поэтому покидать Ереван сегодня для него это смертельно опасно, а логика политического выживания это главная мотивация Пашиняна, диктует ему необходимость оставаться в Армении для того, чтобы события не пошли в непредсказуемом и опасном для него направлении.